На заседании штаба по комплексному развитию региона обсудили насущные вопросы. В первую очередь необходимо наладить работу местных предприятий. В условиях западных санкций нужно перенастроить работу реального сектора экономики. Например, поставки сырья и оборудования можно решить с помощью нового поезда из Китая в Ульяновск. Кроме того, мы продолжаем разрабатывать новые механизмы и формы поддержки местных производителей. В частности, ульяновским компаниям будут подоставляться региональные субсидии в размере до 50% от логистических затрат при доставке грузов из-за рубежа. Глава региона поручил руководителям госпредприятий подготовить антикризисный план. Транспортом тоже необходимо заняться. На нескольких маршрутах не хватает автомобилей. Люди жалуются на нерегулярность пригородных автобусов. Бывают задержки и на 40 минут, особенно в дачный сезон. 66-й маршрут до села Арска – яркий тому пример. Дмитрий Вавилин рассказал, как будет исправлять ситуацию. Приняли решение снять часть автобусов с городских маршрутов для того, чтобы обеспечить провозные возможности выходные дни на садоводческие направления. Сегодня вместо автобуса Большой Местимый Селиаз поставили СИМАС для обслуживания садоводческих маршрутов. Но, тем не менее, понимаем, что провозной возможности здесь сегодня недостаточно. На 30-м маршруте из 11 автобусов на линию выпускают не более 4-х. Кризис очевиден. Минтранс и городминистрация обещают помочь решить финансовые проблемы перевозчиков. Извечная тема дороги. Их состояние тоже обсудили на оперативном штабе. В отдалённых районах области невозможно проехать. Да и ремонтировать дорожное полотно целиком слишком затратно. Кое-где невозможно ехать на скорости 40 км в час. Понятно, что менять верхний слой асфальта везде – это очень дорого. И мы за 20 лет не поменяем нигде. Поэтому я один раз уже собирал, говорил, посмотрите на другие технологии, на замену слоёв износа, верхний слой. Я говорю, поверхностные обработки. Тысячи школьников скоро отправятся во взрослую жизнь. Совсем скоро, 25 мая, в ульянских школах прозвенит последний звонок. А после праздника выпускникам предстоит испытание – единый государственный экзамен. У нас в этом году 11-ти классников, которые вышли на ЕГЭ, 5 110. Пунктов приёма экзамена 83, из них 40 на дому. Я напоминаю, что на дому пункт приёма для тех деток, которые нуждаются в особых условиях и имеют медицинские показания. Если говорить о 9-ти классников, то у нас выпускается их 11 240. И, соответственно, для них более 100 пунктов приёма. В Минэкономразвитии утверждают, заработная плата ульяновцев выросла. Средний уровень оплаты труда на крупных производствах в январе-феврале 2020 года составил почти 40,5 тысяч рублей. Ряд крупных промышленных предприятий региона уже повысили заработную плату в первом квартале текущего года. Безусловно, очень важной является информация по изменению средней заработной платы в Ульяновской области. У нас здесь тоже наблюдается положительный рост. Порядка 8,5% прирост по отношению к аналогичному периоду прошлого года наблюдается. В противове с позитивным новостям о зарплатах в Весте из отрасли связи. Ставить вышки и прокладывать оптоволокно сейчас непросто. Из-за санкций возникли проблемы с закупкой заграничного оборудования. До конца этого года удастся установить только 14 базовых станций из 28 запланированных. Виктория Черкова, Герман Баранов, Уллправда ТВ.